Здравствуйте! Сегодня, как было анонсировано, мы перейдем к занятиям по точному программированию, чему посетим ближайшие несколько занятий. И начнем со статической перспективы. Со времен, когда компьютер будет большая, а память маленькая. И, соответственно, тогда все системы были однозадачные. То есть компьютер иногда вообще строился для того, чтобы решать одну конкретную задачу. И в любом случае, даже если он был в достаточной степени программируемый, в некотором парализме речь совершенно не шла. Соответственно, представьте себе, что у вас есть набор задач, которые вам нужно исполнить. Как вы это можете сделать? Последовательно. Да, просто взять и последовательно. А что вы можете сделать, если у вас есть какая-то высокоприоритетная задача, которую вы хотите исполнить как можно быстрее? Визион системы прерываний. Нет, каких-то таких прерываний? Но если у вас есть какие-то случаи. У вас однозадачная система. Совсем совсем однозадачная. Можно записать все данные на диск. Можно записать все данные на диск. Очень много раз. Записать все данные на диск. Это такая нутриарная операция какая-то. В принципе, по операции в куче минимум. К сожалению, в лучшем случае вам придется дождаться, пока закончится та задача, которая исполняется прямо сейчас. Если вы, конечно, не готовы ее перезапустить с нуля когда-нибудь в поход. И потом ждать, понятно, поставить наиболее приоритетную задачу. При этом память целиком используется одной задачей. То есть никакого разделения памяти нет. Никакого разделения ввода-вывода нет. И пока карта задача не завершилась, все остальные ждут. В печальной ситуации. Окей. Дальше наступили 50-е годы. И выяснилось, что там не знаем. Есть задачи, которые считают. И есть там ввод-вывод. Проблема в том, как она со мной со скоростью ввода-вывода и счета. Скажите мне, наверное. Счет быстрее. Да, счет быстрее, причем очень-очень сильно. Вот. И возникает вопрос. Вот печатает программу на принтере что-то. И она печатает и печатает. И это все работает со скоростью печати принтера не очень быстро. И хочется нам все-таки, чтобы процессор в этот момент не простаивал. Ну, формально, конечно, простаивает не все время, а только час. Потому что на обслуживание принтера чуть-чуть времени тратится. Но, по большому счету, это крайне неэффективное расходование ресурсов. Поэтому придумали объединять задачи в пакетах. При сборке пакетов, соответственно, каждой задачей выделяется конкретной физической области памяти. И пакет целиком запускается на исполнение. А дальше у нас есть планировщик, который действует очень простым способом. Он берет какую-то задачу из пакета и начинает ее исполнять до тех пор, пока она может исполняться. Когда она не может исполняться, например, потому что занялась вводом-выводом, планировщик отдает процессор другой, соответственно, задачи. Она начинает исполняться и так далее. При этом за счет того, что каждой задачей выделена своя фиксированная область памяти, у нас нет никаких проблем с сохранением текущего состояния и так далее. Ну, формально нужно сохранять регистры, но их относительно мало. Таким образом, мы получаем псевдо-параллельное исполнение. Потому что, на самом деле, до тех пор, пока у нас есть ровно один процессор, очевидно, никакого реального параллельного исполнения у нас нет. Тем не менее, мы, с одной стороны, можем использовать процессор в тот момент, когда вы тратили время на ввод-вывод. И, опять же, после этого стали стараться множество устройств ввода-вывода по принципу того, что, опять же, мы разделим, что эта программа будет печатать на первом принтере, на втором и так далее. И, в том числе, у нас будет параллельная печать. Понятно, что принтер это гораздо более простая, чем компьютер. Особенно, если у него нет промежуточной памяти. Окей. Вот. Но, тем не менее, если в эту ситуацию, опять же, нам пришла какая-то новая, высокоприоритетная задача, какие у нас есть опции? Остановить и подождать. Да. Нужно либо остановить текущий пакет целиком и выкинуть его результаты. Вот. В том числе, там, грубо говоря, бумагу, которую он напечатал тоже. Либо, соответственно, ждать, пока он закончится. То есть, все как-то со временем отклика все еще печально. Окей. И поэтому в 60-е годы пришли к истинно многозадачным системам. Когда у нас нет заранее предопределенного набора задач, им заранее не выделяются конкретные регулирования памяти. Вот. А именно для... Ну, на самом деле, для каждой задачи выделяется в своем виртуальном пространстве в памяти, и она там все потихонечку живет. При этом память у нас все еще разделяемая. Разные ее куски используются для разных программ. Вот. При этом в этот момент к нам приходит изоляция, которая говорит, что процесс можно писать только в свою память. Далее. Тут начинается активное переключение задач, например, по прерываниям. Причем не только ввода-вывода, как было раньше, но и, например, по таймеру. Вот. И вот ввод у нас все еще, разумеется, разделяемый. Мы можем его параллельно использовать и так далее. Соответственно, что в этой системе происходит, когда у нас появляется новая задача? Какие у нас есть опции? Системная перерывание. Что? Системная перерывание. На паузу. Ну, на паузу, а дальше что? Игружает он пакет. Нет, у нас уже нет пакетов, извините. Пакет отменили по результатам этого этапа. Ну, казалось бы, если у нас есть память, то мы просто, соответственно, выделяем соответствующий кусок памяти и добавляем эту задачу в планировщик. Возможно, указывая ей приоритеты, планировщик будет выбирать в первую очередь задачи с высоким приоритетом. Вот. Ок. С другой стороны, если у нас не хватает памяти. Ну, да, выкидываем какие-то низкоприоритетные задачи в зависимости от того, сколько они живут память. То есть у нас здесь появляется какая-то гибкость, и у нас есть как минимум шансы исполнить нашу задачу с одной стороны быстро, а с другой стороны не сильно победив всем остальным. Уже неплохо. Ок. Далее выяснилось, что нам хочется иметь какой-то параллелизм не только между отдельными задачами, но и удобнее иметь параллелизм внутри задачи. Потому что представим себе, что у нас там, не знаю, какая-нибудь замечательная компьютерная игра. Вот, значит, казалось бы, что мы делаем? Вот у нас есть основной цикл. Классика, draw. Там, не знаю, read input, update, state и, соответственно, draw. Ну, вроде все понятно, да? Опросили там клавиатуру, мышку, узнали, что ввел пользователь, обновили состояние, нарисовали. Вот. Теперь наш компьютер стал в два раза быстрее, и что произошло? Проявление прочитания. Что? У нас не стало в два раза больше процессоров. У нас просто такая частота увеличилась в два раза. Соответственно, весь этот цикл начал исполняться в два раза быстрее, и наша игра ускорилась в два раза. По нынешним временам это звучит как курьез, но, тем не менее, такое было. И внезапно я даже застал тебе замечательные, в кавычках, времена. Окей. Да, вот так, к сожалению, делать не очень хорошо, потому что у нас получилась сильная привязка к... Да, у нас получилась сильная привязка, соответственно, к скорости компьютера. Окей. Как убрать привязку к скорости? Присовать пока не будет новый интер. Пока пользователи держат кнопочку, казалось бы, вот у вас есть новый интер. Что? Да, можно здесь поставить слип. Вот, и понятно, здесь записать слип столько времени, сколько у нас осталось. Это, конечно, хорошо, и это будет отлично работать, если мы гарантированно успеваем выполнить весь наш цикл слипом каждый раз. Что будет происходить, если мы начнем не успевать? Апотис Василий поднял разрешение и... А мы хотели выводить 60 FPS, а теперь за одну 60-ую не успеваем. Но если каждый раз происходит, то он как раз в два раза упадет. То есть я вон за... В правом смысле, почему в два раза? Ну, получается, ну, или больше один раз. Если мы за 5 секунд не успели прочитать, то... Секунд. Ну, с кем? 5. А, 6. На 60 FPS. Все-таки одна 60-ая секунда. Да. Окей, да. Мы... Понятно. Понятно, что тем, что у нас частота кадров уменьшается, мы побороться никак не сможем. С другой стороны, проблема в том, что ввод пользователь теперь тоже будет обрабатываться с меньшей частотой. То есть у нас все еще есть зависимость ввода пользователя от частоты. Как-то нехорошо. Ну, окей. Соответственно, с одной стороны нам хочется с фиксированной частотой опрашивать и, видимо, производить обновления. И с другой стороны нам хочется рисовать как можно быстрее. А дальше у нас есть выбор, либо мы будем в логику рисования постоянно включать какие-то куски, которые спрашивают. А не правильно обновить данные. И так каждый раз. Причем, если вы в каком-то блоке забудете это указать, а он внезапно выполняется долго, то пользователь опять будет чувствовать лагерь. Чтобы данные нормально обновлялись по таймеру, а отрисовывались мы как же могли. Ну и, собственно, типичное современное решение. Давайте мы это разделим на два цикла. В одном цикле мы будем читать ввод, обновлять состояние, что мы читаем быстро и ждать. А второй цикл что будем делать? Кто-то уже сказал. Да, он будет рисовать свою максимально возможную для себя скоростью. То есть, наверное, если пользователь получит слишком много кадров в секунду, он на нас не обидится. Нормальная ситуация. Но в итоге мы получаем, что нам требуется два независимых потока управления. Давайте запустим это как две разные задачи, то есть два разных процесса. С какой проблемой мы столкнемся? Общие данные. Да, очевидно, у нас, грубо говоря, почти все данные общие. И было бы очень неприятно, если бы нам требовалось их постоянно копировать. Вот. И, собственно говоря, тогда пришли к идее многопозначных программ, что у нас в программе есть более чем один поток управления. То есть у нас одновременно умеет исполняться несколько фрагментов хода, но тем не менее в многопозначной программе они все делят общую память. Соответственно, у нас нет отдельной операции передать данные в другой поток и они никуда не копируются и так далее. Мы просто отдаем туда ссылку и другой поток эти данные может решать. А с другой стороны, опять же, представьте себе, что здесь где-то в середине от рисовки обновилось состояние. Что мы вот так отрисуем? Мы отрисуем, да, непонятно что. Мы какую-то смесь состояния отрисуем. Это явно не то, что мы хотим делать. Таким образом, у нас стоят проблемы с синхронизацией. То, что нам нужно, чтобы потоки как-то взаимодействовали, и мы могли предсказывать, какой поток что и когда видит, и одни потоки другим не мешали. Вот. Собственно говоря, в основном про всю эту историю мы и будем говорить на ближайших трех лекциях. Тем временем. Все это сделано для того, чтобы еще уменьшить время. То есть теперь у нас, например, есть, соответственно, пользоваться интерфейс, мы можем ему забустить приоритеты, сказать, что вот. Посмотрите. А, нет. А, сейчас. Да. Да. Передачиваем. Теперь у нас потоки могут быть самым приоритетом. Мы можем отдавать вводу пользователя побольше приоритет. Текущему приложению приоритет больше, чем приложениям, которые работают на втором плане и так далее и тому подобное. То есть у нас куча всяких разных гибкостей. И параллелизм не только между отдельными процессами, но и внутри процесса. Вот. Окей. Собственно, рассмотрим примеры. Ну, простенький пример. Программа перемножает матрицы за сколько она делала? Кубку. За кубку, да. Вот. Можем ли мы ее как-нибудь распараллелить? Возникает вопрос. То есть у нас есть современный процессор, у него есть какое-то количество ягер. Кстати, да. Давайте проверим. А как вашим современным многоядерным процессором сто к ягер? Реалитический чек? Логический 8. Да. Логический, да. 8. 8. Говорят 8. Так, еще. 12. 12, говорят. Еще. 15. Окей. Ну. Реальность чек заключается в том, что есть 54 ядерный Xeon и 44 ядерный предпритор. А еще есть прекрасные машинки от контора Ezl, которые нативно исполняют джагу и в которой процессоры имеют порядка 1000 ядер в каждой. То есть можно купить себе стоечку, которая будет работать как один компьютер на десяток тысяч параллельных процессов. И плоско. Так вот, у нас дофига параллельный. Можем делать как-нибудь использовать джаг? На самом деле можем. Мы можем заметить, что два внешних цикла, каждая итерация их друг от друга совершенно не зависит. Соответственно, мы их выполним параллельно. То есть формально как это выглядит? Мы знаем, что у нас есть некоторый набор блоков кода, обернутых циклей, и мы можем делать разные итерации цикла параллельно. Это называется, собственно говоря, итеративный параллелизм. Хорошо, можем ли мы итеративно распараллелить внутренний цикл? Нет? Почему? Да, как минимум мы читаем и пишем параллельно в одну и ту же ячейку, и что будет происходить, если мы это будем делать одновременно? Нам, вообще говоря, никто не гарантирует. Окей, то есть с одной стороны не каждый цикл можно распараллелить, с другой стороны вот некоторые распараллелить точно можно. Хорошо. Такие у нас еще есть рамки. Альтернативный подход называется обменом сообщениями. В этой ситуации у нас есть потоки, они могут слать друг другу сообщения с данными. Он либо иной форм. И мы себе сделаем рабочий поток, который будет считать в данном случае и ту строку. Будет считать эту строку, у него будет для этого только и строка матрица А, вроде бы ничего вам не нужно, и матрица Б. Дальше рабочий поток получает от координатора, раздающего задание, задание, вот тебе строчка, вот тебе соответственно матрица, на которую умножить, умножает и посылает результат координатора. Хорошо, давайте посмотрим, как устроен координатор. На самом деле довольно просто, он сначала рассылает всем задания и потом получает от всех результатов. Вот, опять же, с тем, что у нас разделяемая память, он не знает, что мы каждый раз копируем. Нет. Но, тем не менее, давайте посчитаем, за сколько, с вашей точки зрения, это будет работать? За квадрат. Почему? Каждая строчка своё ядро. Каждая строчка своё ядро. Да, а сколько мы данных передадим между нашими потоками? Ну, у нас маленький программ. Так. У меня это нравится в девочках. Да, поэтому мы всё ещё хотим передать вам в кубе данных, что, наверное, не будет быстро ни при каком раскладе. Есть ли какие-нибудь предложения по убыстрению или обмен сообщениями на это полный шлаг? Ну, общий вид, наверное, по Cb даже не меняется. Да, то есть, если мы его можем расшарить по ссылке, то это всё будет неплохо работать, если не можем. Вот, тут есть забавные трюки. Смотрите, представьте себе, что у нас каждый поток будет в каждом моменте владеть только одним столбцом из матрики B. Тогда он вначале получит строчку и столбик от координатора, посчитает значение, потом пошлёт свой столбец к следующему потоку и примет новый столбец из предыдущего потока. Цинично, да? Тогда у нас не будет координатора, который вынужден разослать куб данных. У нас все оперируют квадратом данных и вроде как всё неплохо и есть шансы на параллелизм. Окей, кстати, а что будет, если я поменяю местами вот эти две строчки? Ну, а если будет одна строчка, то будет передаваться? Всего одна строка будет передаваться. Один тоже строка будет? Нет, понятно, что я тут сохраню в переменную, всё будет... Ссылки я буду передавать в правильные, просто сначала буду Slack, а потом принимать. Подсказываю, ничего не будет работать. Стас, понятно, почему. Ну... Нет, совершенно ни при чём. На самом деле логика очень простая. Смотрите, тогда каждый поток будет сначала ждать, пока ему что-то придёт, так? И только потом отсылать. И, очевидно, ни один из них не дождётся нового столбца, потому что никто его не пошлёт. Упс. Запомним о том, что такие проблемы тоже бывают. Окей. Следующий пример. Интегрирование числами. Логика очень проста. Давайте разрежем наш, как раз, интервал от L до R на парочку трапеций средней точки. И если сумма трапеции, ну, сумма площадей трапеции равняется площади большой трапеции, то будем считать, что мы достаточно точно вычислили интегралный отрезок. То есть, как противно, в случае, соответственно, разрежем на две половины. Окей. И можно ли это распаралелить? Очевидно, итеративный парализм здесь ни при чём, а обмен сообщениями тут тоже, вроде как, совершенно ни при чём. Есть ли предложение? Можно там сразу на сколько-нибудь кусочков подстелить и оставить кусочков своей? Можно, но у нас же есть функция, которая, ну, там, какая-нибудь синус от единички делить на i, которая вот какая-то вот такая, и, соответственно, на i кусочках всё как-то очень быстро сойдётся, а здесь всё будет очень печально сходиться. Поэтому предварительно разрезанные кусочки непонятно было. Какие ещё будут предложения? Какие у нас здесь есть независимые вычисления? Да, совершенно справедливо. TheGrade у меня это чистая функция, её результат зависит только от аргументов, поэтому мне ничто не мешает считать её значения в разных потоках. То есть я могу параллельно посчитать левую половинку интеграла, правую половинку интеграла и потом вернуть в состояние. При этом понятно, что на самом деле я тут не буду порождать два потока новых, а сколько мне тут новых потоков порождится? Да, на самом деле один, потому что я могу переиспользовать тот, который у меня уже есть. Ну а дальше у меня будет стратегия, докуда я бью, соответственно, буду создавать очередь заданий и их оттуда будут вытаскивать и исполнять. Это метод занято рекурсивного параллелизма. Понятно, зачем рекурсивный? Потому что у меня есть функция и её рекурсивные вызовы я параллелил. Для того, чтобы это нормально работало, моя функция должна быть очевидно чистой. Хорошо. Итого, у нас есть какое-то количество различных способов параллелить сход. Мы уже познакомились с оперативным параллелизмом, с экурсивным параллелизмом, с обменом сообщениями. И это всё нужно как-то описывать. Собственно говоря, что мы хотим делать с потоками? Во-первых, нам требуется и соответствие его уничтожения. Все-таки потоки — это ресурс, ими управляет в том числе планировщик, на них тратится память и так далее и тому подобное. Неделимая операция по определению устроена следующим образом. С точки зрения любого другого потока, неделимая операция либо ещё не начала выполняться, либо уже завершилась. То есть, чтобы не было написано внутри неделимая операция, другой поток не может увидеть никакие промежуточные состояния. То есть, либо всё исполнилось, либо ничего даже не исполнялось. Именно в этом смысле она неделимая. Нельзя залезть вовнутрь и что-то увидеть. Также есть неделимая операция, которая что-то ждёт. У неё есть условие С. Она ожидает, пока условие С не станет истинным. И неделимая выполняет свои действия. Это способ дождаться выполнения какого-то прекрасного условия. Итого, можем ли мы с неделимой операцией с условием сделать просто неделимую операцию? Казалось бы, await true нам ничто не может помешать написать. Но, как мы видим, с неделимыми операциями, если у них есть условия, всё гораздо сложнее, чем с просто неделимым. Окей, давайте рассмотрим опять же пример. Поиск максимума. Соответственно, работает ли этот код? Отличный код. Да, я считаю, что все поркеры выполняются параллельно их антштук. У нас может иметься много раз максимум. Это темнимая операция. Ну, это обычная операция, здесь нет ничего. Сначала сравниваем, потом записываем. Да, потому что два потока одновременно сравниваем. Да, если все сравнили, то, соответственно… Представляете, что все потоки в самом начале сравняются с нулём, получат что у них больше, а потом запишут свои максимумы в случайном порядке и выберут случайный, больше нуля. Это явно не то, что мы хотим. Хорошо? Очевидно, наша проблема в том, что у нас проверка и… ну, в середину между проверкой и обновлением может вмешаться другой потом. Давайте объявим эту неделимую операцию. Будет ли это работать? Последовательно. Что? Последовательно. Окей. Говорят, что это будет работать, но последовательно. Почему? Да, мы не можем. Очевидно, эти операции зависят по данным. Они все обновляют переменную maps. И многие читают, и фишут. Соответственно, они не могут исполняться параллельно. Если бы мы их могли исполнить параллельно, то у нас бы нарушалось условие про то, что они не видят изменения, сделанные друг другом. И, соответственно, реально, несмотря на то, что мы потратим кучу потоков, исполнение будет последовательным. Причем еще и дольше, по сравнению с тем, что если бы мы запустили просто цикл… А почему? Оверхенд. Да, совершенно спрыгали. Нам нужно создавать потоки. Они должны как-то синхронизироваться, взаимодействовать друг с другом и так далее и тому подобное. Окей. Следующая забавная, часто рекламируемая схема называется «Проверить, проверить, остановить». Мы сначала проверим, что не надо ли обновить. Если надо, потом внутренне делим операцию и проверим еще раз. Соответственно, два классических вопроса. Вопрос номер один – будет ли это работать? Да, хуже не стало. Что? Хуже, чем в предыдущем не стало. Ну да, хуже, чем в предыдущем явно. На самом деле, могло бы стать, если бы максимум мог не только увеличиваться. Но мы знаем, что он, слава богу, только увеличивается. Поэтому от вот этой дополнительной проверки ничего хуже не стало. И действительно, это будет работать хорошо. Будет ли это работать лучше, чем просто с неделимыми операциями? Не всегда. Частично. Ну, на самом деле, правильный ответ называется, как повезет. То есть, если мы их случайно возьмем по возрастанию, то, опять же, станет только хуже. Если мы случайно возьмем элементы, близкие к максимуму, то у нас так и будет параллелизм. Окей. Ладно. Давайте продолжим. Теперь про то, что мы хотим ожидать. Смотрите, у нас есть так называемый планировщик, который выбирает, кому выдавать время для работы и предоставляет нам некоторые гарантии. Собственно говоря, эти гарантии делятся… Ну вот, есть три основных типа. Гарантия номер один – безопасность. Это значит, что у нас планировщик гарантирует выполнение какого-то набора соглашений, о котором мы договорились заранее. С точки зрения неделимых операций, соответственно, планировщик гарантирует их свойства. Что, а, неделимая операция действительно неделима. И, б, если у нас есть неделимая операция с условием, то она будет исполнена только когда условие истинны. Причем неделимую молодость. Потенциально мы можем договориться о большем числе условий, которые запретят еще какие-то вещи, но пока нам этого хватит. Можно ли, соответственно, сказать что-то хорошее, что-то гарантировать, если у нас планировщик не обеспечивает безопасность? Что может гарантировать наша программа? На самом деле, да, ничего. Ей планировщик ничего не гарантирует и она, в свою очередь, тоже ничего гарантирует не может. Следующее свойство – живучесть. Свойство очень просто. Он говорит, что если у нас может исполняться хотя бы один поток, то, собственно говоря, как минимум один поток будет исполняться. То есть это история про то, что ланировщик не может сказать всем – никто никогда исполняться не будет и ничего не будет происходить. То есть какая-то жизнь все-таки должна быть. Живучесть, лайнерс. И дальше справедливость. Справедливость бывает трех видов. Безусловная справедливость. Кажется, что она наиболее сильная, но нет, она наиболее слабая. Это справедливость в отсутствии условий. А именно нам справедливость гарантирует, что если у меня есть неделимая операция, которая может исполниться, то она рано или поздно будет исполнена. И, соответственно, безусловно, у меня есть только безусловная неделимая операция. И, соответственно, если нам сейчас тут нет делимой операции в каком-то потоке, то рано или поздно этот поток и эту операцию исполнен. Опять же, это история о том, что нельзя отложить какую-то часть потоков и сказать, что нет, вы не исполняете, исполняются только другие. Вроде разумные свойства. К сожалению, с условными неделимыми операциями все сложнее. Потому что условие может изменяться со временем. И непонятно в этом смысле, что значит, что мы можем исполнить. То есть, с одной стороны, мы можем исполнить только тогда, когда условие истинно. И если в процессе условие меняется, то у нас может не получиться. Так вот, здесь определяется слабость справедливости. В случае слабой справедливости утверждается буквально следующее. Если у меня есть неделимая операция, ждущая условие c, и начиная с какого-то момента c всегда истина, то эта операция будет исполнена. Вроде бы понятная штука. Вот тогда, что гарантирует, соответственно, сильная. Сильная справедливость говорит, что даже если у меня будут периодически условия истинно, а иногда ложно, но тем не менее оно будет истинно суммарно бесконечно много времени. В том, каком случае, операция все равно будет исполнена. Окей. Соответственно, какую из этих гарантий сложнее всего обеспечить? Сильная справедливость. Да, изменится последняя. И сразу же возникает вопрос, а почему, собственно говоря, зачем нам вообще все три? Вот вы, как программиста, какую себе хотите? Справедливость. Справедливость. Что? Все три для разных случаев. Ну, то есть фактически это значит, что вам нужна реализация сильной справедливости. Конечно, да. Ну, еще раз, вы говорите для разных случаев. Это значит, что в том числе у вас есть случаи, когда вам нужна сильная справедливость, и поэтому вы ее хотите. А правильный ответ, разумеется, в стиле «А мы покупаем или продаем». В том смысле, что если вы смотрите на планировщика как пользователь, то, конечно, хочется гарантий побольше. А вот если вы смотрите на планировщиках и программист этого самого планировщика, то тут насчет пользователей, хотящих себе слишком много гарантий, у вас есть вполне определенное мнение. И, собственно говоря, тут трейд-офф. Причем не только с точки зрения сложности кода. Со сложности можно бороться, поэтому вы не себя в библиотеке и так далее. Проблема в том, что для того, чтобы обеспечить сильную справедливость, нам еще потребуется в общем случае больше ресурсов. Тут еще просыпается реальный пользователь наших программ и спрашивает, а почему мой компьютер похож на печку, и при этом вроде бы особо ничего не делает и страшно тормозит. Весьма недовольна этим, потому что программисты захотели себе справедливых планировщиков. С другой стороны, как раз удобно писать программы совсем без условий не получается. Поэтому вот есть такая золотая и не очень сложный вопрос, но серензина. что большинство планировщиков гарантирует слабую справедливых планировщиков. То есть рано или поздно оно когда-то будет исполнено, если оно может быть исполнено, начиная с какого-то момента все время. И ничего не гарантирует в случае, если то может исполняться, то не может исполняться. Теперь посмотрим, что у нас происходит в Java. Для создания потоков исполнения в Java есть класс Java Length Rack. Он представляет собой информацию о потоке исполнения. Также есть интерфейс Runnable. Это какое-то задание, которое может быть запущено. У него есть один метод run. Формально в рамках потока вы можете последовательно запускать столько заданий, сколько вам нравится. Но параллельно внутри одного потока несколько заданий, извините, запускать нельзя. Потому что вы вызвали метод run, и пока вам не вернут управление, вы ничего сделать не можете. И вас потом исполнение измените сами. Далее стандартный способ создать 3D. И вот 3DS конструктора от Runnable. Мы туда передаем нашу прекрасную лямбду, которая представляет тело нашего Runnable. И пишем код, который нам хочется выпустить. Важно, что в момент создания потока с ним особо ничего не происходит. Вы просто объявили, что я планирую создать поток. Но он не начинает исполняться до тех пор, пока вы вызываете у него метод start. То есть там все-таки будут, скорее всего, авоцированы какие-то ресурсы и так далее. Но поток точно не запутится до вызова метода start в явной форме. Окей. Также есть способ переопределить классы thread. Так не рекомендуется делать. Хотя бы потому, что вы можете, когда вы создаете thread от Runnable, вы можете разными способами комбинировать Runnable, например, последовательное исполнение, с управлением ошибок и так далее. А здесь у вас один раз четко прибито никаких вариантов. С другой стороны, если вы вызваете метод start, то опять же выполните содержимое метод runnable. Только в данном случае шутерта. Теперь про состояние плотов. Значит, каждый thread начинается в состоянии new. Мы его только что создали. Вот. Вызов на нем start. А thread переходят в состояние Runnable. Заметьте, это именно Runnable, что он имеет возможность исполнять это, он не знает, что он исполняется прямо сейчас. Но вот если ему прямо сейчас выдать, соответственно, ядро процессора, то он что-то сделает. Окей. Сразу же возникает вопрос. Ну ладно. Окей. Есть Runnable. Дальше он работает, работает, работает. И рано или поздно прекращает работать. Что уже аналогично. Прекратить можно тем-либо иным способом выйти из метода Runn. Какие мы знаем способы? Exception. Можно кинуть exception. А еще? Return. Да. В любом случае, значит, тут у нас был return или exception, не важно что. И поток переходит в состояние терминейта. Вот. Очевидно, в состоянии терминейта ничего там исполняться не может. Далее. Поток может быть заблокирован тем, что ожидает какую-то системную вещь. Он переходит в состояние блок. Вот. Это происходит присинкризация. И, соответственно, возвращается, когда ему удается получить ресурс. В состоянии Runnable. И в этот момент его могут опять же, планировщик может его назначить исполняться. С другой стороны, поток может решить что-нибудь подождать. Например, можно сказать, слип. Для этого есть специальная пара состояния. Один называется, соответственно, waiting. И к нему еще есть какое-то состояние timing waiting. Соответственно, в состоянии waiting мы ждем, пока у нас случится какое-то событие. А в timing waiting мы еще считаем, сколько у нас времени осталось. И если время истекло, то поток опять же вернется в состояние Runnable. То есть здесь какой-то wait. А здесь, соответственно, дождался. А здесь дождался или истекло время. Вот, соответственно, жизнь потока выглядит как блуждание по этой замечательной теограмме. Собственно говоря, вы можете узнать у потока его текущее состояние. С помощью метода GetState. И вам вернут одно из значений. При этом также вы можете спросить о живой или поток. Поток считается живым, если его уже стартовали, но он еще не завершился. То есть находится вот в этих подпроизводочных состояниях. Соответственно, еще не запущенный поток или уже завершенный поток считается верным. Вроде все понятно. Окей. Далее. Что есть у потока? У каждого потока есть уникальный идентификатор. Какое-то число. Также у него есть имя. Java на имена потоков все равно. Зато она их может выводить во всякую дебаг информацию и так далее. То есть вы можете этим пользоваться. Java сама по себе их никак не используется. С ее точки зрения это обычные строки. Также у потока есть приоритет. Приоритет это такая странная штука. С одной стороны есть нормальный приоритет, есть минимальный приоритет, есть максимальный приоритет. А с другой стороны формально Java машина ничего про эти приоритеты не гарантирует. В смысле вот вообще ничего. Совсем-совсем. То есть это типа такие хенты, оно попытается их как-то использовать, но формально никаких гарантий за этим не стоит. Это связано с тем, что приоритеты на разных системах устроены совершенно по-разному. Например, на Windows всегда захватывает процессор поток с максимальным приоритетом. Соответственно, если поток с максимальным приоритетом войдет в бесконечный цикл, то что станет со всеми остальными потоками? Да, они будут бесконечно сбежать. С другой стороны в какой-нибудь солярисе приоритеты используются для того, чтобы пропорционально раздавать процессорное время. То есть чем выше у тебя приоритет, тем большую долю процессорного времени ты получишь. Соответственно, даже если тебе низкий приоритет, у тебя все равно будет выделяться какое-то процессорное время. То есть это совсем разные модели, ничего общего у них более-менее нет. Вы можете так рассчитывать, что у потока с максимальным приоритетом в каком-то смысле приоритет будет больше, чем у потока с минимальным приоритетом, но непонятно в каком моменте. В конце концов, разумеется, можно сделать джигнем в платформе, в которой вообще никаких приоритетов нет, и все потоки таким образом формально всегда имеют одинаковые приоритеты. Окей. Дальше. Следующий флажочек делает. Смотрите. На самом деле, когда вы запускаете вашу джао-машину, то она создает кучу потоков. Например, как минимум, есть поток сборщика мусора, который входит и собирает мусор. При этом, смотрите, возникает вопрос. Вот у нас есть куча потоков и, соответственно, когда джао-машина должна закончить свое исполнение? Давайте подумаем. Когда что? Ну, это было бы странно. То есть вы запускаете консольную программу, и пока компьютер не выключится, я знаю, не завершится. Мне кажется, вы наблюдаете что-то другое. Пока все потоки. Пока все потоки, но, казалось бы, поток сборщика мусора не завершится примерно никогда. Ибо зачем ему? Да, все потоки делают. Да, совершенно справедливо. У потока есть флажочек, что он делает. И, соответственно, джао-машина говорит, что она закончит исполнение, когда не останется ни одного демон потока. То есть все нормальные потоки закончились, все, на этом джао-машина просто выйдет и демон потоков в этот момент прекратятся. Причем, соответственно, у них в этот момент нет никаких разумных гарантий. Ты писал в файл, очень жаль, на середине файла у тебя убили джао-машину, у тебя в файле какой-то мусор, твои проблемы. Вот, если у вас нормальный поток, то в таком случае вы точно знаете, что пока он работает, ничего страшного произойти не может. И, соответственно, виртуальная машина продолжит свое исполнение, все нормально. Разумеется, что можно сказать про поток, в котором запускается метод main? Да, это совершенно обычный поток. И, собственно говоря, работает стандартно. То есть казалось бы, мы ждем окончания метода main, но нет. На самом деле, джао-машина ждет окончания потоков, в котором она запустила метод main, совершенно стандартным способом. Окей. Соответственно, понятно, что потоки демоны, ну, не должны заниматься всякими разными сторонними вещами, вот типа сборки мусора, управления ресурсами и так далее, которые не очень страшно потерять. С другой стороны, а что нам делать, если нам хочется в потоке демонов сделать какую-то работу, которую нельзя бросить на середине? Будут какие-то предложения? Создать обычный поток. Да, совершенно справедливо. Мы просто создаем новый обычный поток, исполняем в нем то, что нам надо. Если демон его создал, запустил, то он запретит джао-машине выходить в этот момент, и, соответственно, он целиком завершится. То есть все наши трифайны для блоки отработают и так далее, и тому подобное, все будет нормально. Тем не менее, вы можете в явной форме объявить свой поток демонов и сказать, что джао-машина может выйти в любой момент с точки зрения этого вашего потока. Хорошо. Вот. Да, соответственно, вы можете управлять свойствами потока до его запуска, после того, как вы его запустили. Ну, извините, вы в большинстве случаев его свойствами управлять не можете. Собственно говоря, при создании потока вы это делаете с помощью конструктора, потом вызываете набор set-методов для свойств. Запускаете с помощью статра. Далее вы можете дождаться окончания потока. И, например, join. Вот. И join без параметров. Государство потенциально будет ждать бесконечно долго потока, другой поток, не завершив свою работу. Если вы там укажете тайм-аут, то он будет ждать указанное время. Вроде бы совершенно все понятно. Традиционно это рисует, что вот у нас есть поток. Вот. Он стартовал еще один поток. Ну и, допустим, потом вот этот поток дождался. Соответственно, тут старт. Ну или как традиционно называют форм. Тут случился join. Вот. Причем здесь этот поток стартовал этот поток. А здесь этот поток поджойнулся к этому потоку. И дождался его завершения. И то и другое не значит, что вот это происходит мгновенно. И тем более join не происходит на этом мгновенном. Но это значит, что он ждет окончания второго потока. И только после этого продолжит свое исполнение. Окей. А join имеется, время передается туда абсолютно время? Туда передается в зависимости от конкретного интервала времени. Например, количество миллисекунд. Или количество миллисекунд плюс наносекунд. Там есть несколько версий этого метода. И это время поток будет исполняться? Или он может простаивать это время? Нет, смотрите. Тот поток, который ждет в join, он будет находиться в состоянии batching. И он действительно его ждет. А тот, который исполняется? А тот, который исполняется, ну вот второй поток, у него будет нормальное состояние. А если он внутри, бейт перейдет? Ну окей. То есть первый поток будет ждать второй поток, второй поток будет ждать еще чего-то. А это время будет относительно первой идти? Нет, еще раз. Это wall clock time. То есть реальное время, как взаимодействие потоки, на это никак не влияет. Окей. Теперь следующая ситуация. Представляю себе, что значит у нас был поток. И мы его запустили, потому что пользователь что-то попросил нас сделать. Потом пользователь нажал кнопочку cancel. И сказал, что не хочу отменить и все нафиг. Нам хочется как-то сказать, чтобы поток завершил свою работу. Вот. Мы можем пойти в double. Сейчас. Где у меня? А, вот одиннадцатый. О. Ну и вот здесь у нас thread. И найти замечательные методы, типа terminate. нет? Они уже выбили теглины. А, да. Стоп. Смотрите. Отличный метод стоп. Который, типа, должен завершать поток. И тут аккуратно в черной рамочке сказано, почему мы не должны его использовать. Что? Его нельзя использовать в безопасном образе. То есть, хотелось бы вызвать стоп, но не получится. С другой стороны, можно найти еще более прекрасный метод. Типа suspend. Соспенд. Это вообще замечательный метод. Краткие описания таблички. Соспенд вообще никто никогда не реализовал. То есть, стоп хотя бы как-то пытались реализовать, а со сцпенд там не придумали, как правильно реализоваться. Вот. В результате он уже давно-давно деприкатит, и его давно-давно обещают выпилить. Потому что вы не можете его использовать в своем коде. Потому что никто никогда его не реализовал. Вот. Поэтому нужно внимательно читать, что можно, а что нельзя. К сожалению. Вы не можете снаружи за ставить поток прерваться. В противном случае, представьте, что в этот момент поток писал файл. Что произойдет с файлом, если вы заставите поток прерваться. Непонятно как-то. Нехорошо. У него должны исполниться final.gov. Блоки и так далее и тому подобное. Поэтому используется другой механизм. Используется механизм прерывания потоков. Внимание! Это совершенно не те прерывания, которые бывают у процесса. Ничего общего. Вот. Так. Как работает этот механизм? Вы можете у потока установить флажочек прерывания. Вызвав на нем метод interrupt. Таким образом, вы ему тонко намекаете. Пожалуйста, прервись поскорее. А дальше. Любой поток может проверить, а не попросили ли его прерваться. В конечном методе из interrupt. Также есть статический метод класса thread interrupt, которые действуют только про текущий поток. Который не только получает текущее значение, но и сбрасывает его. То есть поток может успешно игнорироваться. Что вы говорите? Вы меня тут попросили прерваться. Ну хорошо. Я вас услышу. До свидания. То есть в формате вы все еще не можете заставить поток прерваться. Вы его можете попросить. Дальше действует соглашение. Если метод чего-то ждет и установлен флаг interrupted. В Windows он установлен до момента вызова этого метода. Или в середине, пока он ждал, неважно. Поток получает interrupted exception. Ему опять же намекают. Слушай, тут тебя просят прерваться. Давай ты с этим что-то придумаешь сделать. И, соответственно, весь приличный код, если он внутри что-то ждет, честно должен выбрасывать interrupted exception. Это такое соглашение хорошего тона. Опять же соглашением хорошего тона является то, что если поток попросили прерваться, то он должен прерваться как можно быстрее. То есть это не значит, что он должен неправильно закрывать свои ресурсы и так далее. Нет. Он должен все сделать корректно, но постараться завершиться как можно быстрее. Соответственно, метод join. Ждет ли он чего-нибудь? Ну, дамы и господа. Ждет ли что-то между join? Да. Он ждет завершения другого потока. И раз он чего-то ждет, то он просажет interrupt with exception. То есть javet совершенно четко. Если чего-то ждет, получите interrupt with exception. Как говорится, дешево и сербей. Да, и как я говорил, можно ждать просто это завершение. Можно ждать, пока не стечет интервал с заданной точки. Окей. Дальше. ThreadSleep. Соответственно, приходит состояние time-adwaiting и ничего на указанное время. Соответственно, а правда ли, что если я скажу ThreadSleep 1000, то я прожду ровно одну секунду? Нет. Нет, почему? Ну, там чуть больше, что это что-то вызовут. Ну, нет. Ну, хорошо. Может ли так случиться, что я скажу ThreadSleep 1000 и прожду вместо секунды час? Да. Как? Да. Сколько этот процесс работает? Какой? 11. То есть если… Да, совершенно справедливо. Все такие методы, также как join гарантируют, что мы не прождем меньше указанного интервала. Что мы после истечения этого интервала перейдем в состояние runnable. В состоянии runnable нам никто не гарантирует, что мы за какое-то время получим… Ну, за какое-то фиксированное время получим процесс для исполнения. Ну, то есть реальный видро процесса. Понятно, что Джарик-тренировщик имеет свои гарантии безопасности. Разумеется, он имеет гарантию живучести. То есть что-то точно будет исполняться. Если ваш поток находится в состоянии runnable и, соответственно, у него самый высокий приоритет, то рано или поздно он будет исполнен. Окей. Тем не менее, вам никто не гарантирует, через сколько времени это рано или поздно наступит. То есть специально никто, разумеется, не пишет код, чтобы оно наступило попозже. Но, как говорится, так может получиться. Следующий метод инструмента PIL. Он связан с разницей между так называемой вытесняющей и кооперативной многозадачностью. Кто знает, в чем разница? Никто никогда не слышал таких слов? Бывает вытесняющая и кооперативная многозадачность. Окей, смотрите. Это связано с тем, в какой момент у потока могут отобрать процессор. Если у нас вытесняющая многозадачность, то у потока можно отобрать процессор в любой момент времени. Приходит прерывание от таймера, от какого-то устройства и так далее. Обработчик прерывания включает планировщик, и планировщик отдает ядро какому-то другому процессору. Это так называемая вытесняющая многозадачность в том смысле, что у потока его могут вытеснить с процессора и соответственно он будет откроет свое исполнение в любой момент времени. В случае кооперативной многозадачности, процесс может быть, у него могут забрать ядро, если он готов его отдать сам. То есть у нас есть специальные места, в которых он говорит, что о, я тут планирую прочитать кучу данных из файла, их там нет, я готов поспать и, соответственно, планировщик будет ждать, пока данные не придут и так далее. Но в произвольном месте, если у нас какая-то оперативная многозадачность, вас поток прервать не мог. С одной стороны, это приятно, вы знаете, что посередке ничего страшного не произойдет. С другой стороны, вам нужно очень и очень аккуратно всегда расставлять места, потому что если вы займете, соответственно, ваш процессор на 10 секунд, то, скорее всего, интерфейс пользователя не будет обновляться 10 секунд и так далее и тому подобное, вас не полюбят. Собственно говоря, сейчас в подобляющем большинстве случаев у вас выделаем честную и вытесняющую многозадачность. Но тут нужно вспомнить, что на самом деле Java бывает много где. Как говорится, знаете ли вы, что у вас у каждого в телефоне есть Java, а у некоторых даже две? Потому что все современные сим-карты делаются в соответствии с тандартам Java-карты. Там есть маленькая Java-машина на сим-карте. На каждой. А теперь представьте, что у нее с гарантией про многоточный код, прямо скажем, не богат. Вот. Поэтому, все-таки, надеемся, что ваш код точно всегда именно будет использоваться только в случае вытесняющей многозадачности, но вы должны ограничивать в явной форме, на чем вы его согласны запускателю. То есть, наверное, если ваше приложение требует нескольких гигабайт памяти, то на сим-карте его никто никогда не подпустит, потому что нельзя. Но потенциально Java-машина поддерживает в явной форме к оперативной многозадачности. И, собственно говоря, для этого служит метод thread-ill. Она говорит, что текущий поток готов прерваться. То есть, вот здесь меня можно безопасно переключить. Будто он здесь переключен или не будет, решает планировщик. Что происходит на thread-ill в случае вытесняющей многозадачности, никто не гарантирует. Например, может происходить вообще строго ничего. В некоторых местах обычно пишут, что thread-ill дает другим потокам выполниться. Это неправда. В случае вытесняющей многозадачности thread-ill не несет никаких гарантий. То есть, грубо говоря, этот способ может быть заменен на строго ничто. Но, тем не менее, если потенциально ваша программа может быть использована там, где у вас будет только оперативная многозадача, то вам придется их вставлять для того, чтобы не занимать процессор слишком долго. Но, слава богу, большинству из вас этого делать не придется. Далее, смотрите. У нас есть поток исполнения. У него есть процессор. Очевидно, у него есть какая-то мета информации и так далее и тому подобное. И нам хочется, например, получить его имя. Для этого нам нужно получить любые сведения о том потоке, в котором мы исполняемся. Собственно говоря, ссылку на этот поток вам выдается в 10 метров thread-current-thread. То есть, вот вы его вызвали. Так как вы вызвали, то вы это сделали в каком-то потоке. И ссылку на ров на этот поток вам вывернут. Да, нет? Смотрите. Мы договорились, что поток может завершиться тем, что бросит исключение. Но с этим исключением хочется что-то сделать. Как минимум вывести его на экран или записать влог или еще чего-нибудь. Собственно говоря, вы можете поставить системный default on code exception handler, которому, собственно говоря, передается информация о всех исключениях, которые вылетели из метода run. Поток завершился исключением. Вызвался on code exception hunter. Ну и дальше уже решил, что делать. По умолчанию он просто выводится в тектрекс. Не по умолчанию. Вы можете его переобрететь, где он будет делать все, что вам захочется. Вроде бы простая штука. Окей. Фух. Далее стандартно идем обработки данных в цикле. То есть, во-первых, мы говорим, что мы не потоком для задания, которые потенциально можно шедулить несколько на поток. Дальше. У нас есть метод run. Мы будем работать только до тех пор, пока у нас не попадается природа. Более того, в рамках полезных действий, если там что-то ждет, то мы честно до этого места пробросим тентрапу в exception. И завершимся. Данный код написан так, что он завершается только за счет, когда у него поставлен флажочек интеракт. Поэтому мы в явной форме восстанавливаем ввод для текущего потока. Чтобы прерывать не мы, но и, возможно, тот, кто нас вызвал. Мы ему об этом сообщим. Если код может завершиться обычным способом, то в таком случае вы, разумеется, не должны в этот момент ставить флажочек в трейд интеракт. Тем не менее, важно, что, грубо говоря, вы завершаете свою работу, если вы приличный поток, со скоростью отработки ваших панелей блоков. То есть вы аккуратно закроете все ресурсы и завершите свою работу. Опять же, напоминаю, что формально вы можете проигнорировать и так далее и тому подобное, но делать это крайне не рекомендуется. Считается очень плохим тоном. А если мы ждем какие-то данные, а после этого еще хотим что-то сделать? То это будет не про дело? Ну, еще раз. Смотрите. Если вы ждете какие-то данные и считаете, что в процессе ждания данных может прерваться, ну, казалось бы, нормально, вы получили интеракт.exe, но вы не получили данные, но вы сохранили ваше текущее состояние и завершились. Вот. То есть у вас нет вот такого промежутка. Интеракт.exe не может возникнуть из ниоткуда само по себе. В большинстве случаев вам не требуется его проверять явно, кроме вот таких на самом верхнем уровне, потому что вы просто поймаете интеракт.exe из методов, которые что-то ждут и, соответственно, отработаться. Правда, есть проблема. Стандартные методы из Java.io не бросают интеракт.exe. И стандартный год-вывод не прерывается, если прерывается ваш поток. Вот. Типа считается, что он обычно исполняется достаточно быстро, и у вас будут шансы, бла-бла-бла. Правильный ответ – не всегда. Но, к сожалению, формально у вас на коммент методе read поток, в том числе, прерванный, может задержаться сколько угодно много времени. Печальная ситуация, но вот так. Вопросы? Казалось бы, создали потоки, управляли ими прервали. И у нас еще раз включение. Да. Вот метод Interrupt сбрасывает флаг назад. То, что у нас еще более не считается первым, например. Смотрите, есть метод из Interrupted, который вы можете вызвать на любом потоке. В том числе на чужом. И он просто вернет true-false. Метод Interrupted тоже вернет true-false, но после его вызова состояние флажка будет false. Причем это метод статический, в отличие от предыдущего. То есть вы его можете узнать только для своего потока. То есть вы не можете чужому потоку сбросить флаг. Поставить флаг, тебя сбросить нет. Еще вопросы? Окей. Теперь про синхронизацию. Ну, начнем с простого. Блокировки. Блокировки это такая штука. Для которой есть две операции. Поток может получить блокировку с помощью операции lock. И может отпустить блокировку с помощью операции unlock. И блокировка гарантирует следующее правило. В любой момент ей владеет не более одного потока. Соответственно, если правило сейчас блокировкой никто не владеет и приходит потоком, который хочет ее взять, что получится? Он вероятно. Он ее, вероятно, разрешит. И блокировать пока не кузовик unlock. Ну, вероятно, потому что у него должны быть шансы исполниться. Вот это история проекта. Хорошо. С другой стороны, если сейчас блокировка кто-то владеет и приходит еще один поток, который хочет ее получить. Что должно случиться? Ну и небе. Ну, до тех пор он скажет, что он не отпустит. Да, на самом деле он будет ждать. И в Java он будет ждать в состоянии блок, пока блокировка, пока он не сможет взять эту блокировку. То есть пока тот поток ее в свою очередь не отпустит. Окей. Практично это никак не влияет. Что? Что влияет? Ну, смотрите. С одной стороны, если прямо сейчас блокировка свободна, то вроде приоритет ни на что не влияет. Вы хотите ее брать и берете. С другой стороны, если прямо сейчас блокировка занята, то вы все равно не можете заставить другой поток ее отдать. Потому что там внутри какой-то код, который от этой блокировки зависит. Так же как нельзя заставить поток остановиться, можно кто-то попросить, нельзя заставить другой поток отдать блокировку. Поэтому, опять же, независимо от приоритетов, мы будем ждать. А если на Донецке придается какой-то один поток... То как придет? То есть вопрос, что значит одновременно тут сразу возникает и так далее? Нет, а уже после того как один поток отдал, то два... Да, формально по умолчанию вам, если сейчас блокировка владеет, потом дальше десять потоков ее сотят, еще дополнительно, то по умолчанию я вам ничего не гарантирую по поводу того, какой из этих потоков его получат. А если мы отдадим блокировку, но ее не взяли, у нас за инсекцию не нашли? Смотрите, мы ее положили, она лежит, никому не мешает. То есть лучше больше. Ну, да. То есть, смотрите, у блокировки не более одного владельца. Блокировка, которой прямо сейчас никто не владеет, совершенно нормальная вещь. То есть вот больше, чем один, нельзя. Ноль, сколько угодно. Окей, в Java все очень просто. Любой объект может служить блокировкой. Ну, формально это значит, что к любому джавовскому объекту привязана неявная блокировка. Вы ее можете получить, потому что называется Synchronized Block. Передаете сюда ссылочку на примерную, ну, значение. И, соответственно, Java пытается здесь сделать блок на этой неявной блокировке и на выходе Synchronized Block Unlock. При этом неважно, как вы выйдете Synchronized Block. Будет это исключение, будет это return, он просто закончится. В любом случае, на момент, как вы даете Synchronized Block, вы блокировку обязательно отпустите. Правда, возникает вопрос, а что будет, если мы попытаемся взять блокировку несколько раз в рамках одного и того же потока. То есть, грубо говоря, что будет, если мы напишем Synchronized Apo и внутри этого Synchronized Block напишем еще раз Synchronized Bto. Но на этот вопрос нету какого-то глобального ответа. Это зависит от свойства блокировки. А именно, если у нас reentran блокировка, то так делать можно. То есть, если мы уже владеем блокировкой, то второй раз мы ее владеть, разумеется, не сможем, но мы помним, что мы можем получить ее еще раз. Но, с другой стороны, бывают, соответственно, прекрасный русский термин «реентрабельная блокировка». Так вот, если у вас не реентрабельная блокировка, то здесь вы начнете ждать бесконечно долго. Это довольно печальная ситуация. И в Java все блокировки по влачанию жаются реентрабельными. То есть вы можете владеть. Казалось бы, странно, а как такое может случиться? Но мы на самом деле увидим, что это вполне нормальная ситуация. Просто обычно две эти блокировки находятся в разных методах. Так же получается, что нам хочется... Если мы не позволим такое поведение, то нам придется дублировать все методы. Отдельно делать методы, которые считают, что вы блокировкой уже владеете. Отдельно делать методы, которые считают, что вы блокировкой не владеете и ее получают. И это неприятно. Так вот, Java все блокировки реентрабельные. В общем случае, вообще говоря, нет. Мир разнообразный. Окей. Далее. Вы можете объявить метод экземпляра как синхронайзер. Формально это значит, что внутри него будет неявный блок синхронайзер по DIST. Это метод экземпляра, у него есть DIST. Именно на DIST вы возьмете блокировку. То есть это просто синхронический сахар для вот этого. Со всеми соответствующими последствиями. Так же можно сделать на метод класса. А поля ее синхронайзеры только на ссылочку DIST. А, ну здесь берется блокировка только на DIST. Вопрос, как и почему вы синхронизируете свои поля, это личное дело каждого класса. Вот, просто это, еще раз повторюсь, синтаксический сахар. Если модификатор синхронайзер, и если он указан, то это все равно, что в методе экземпляра написать DIST и заключить весь метод. Просто ничего другого не значит. Так вот. Метод класса тоже можно видеть синхронайзер. Проблема в том, что тогда нужно найти, почему синхронизироваться. И DIST синхронизируется по соответствующему type-top. То есть берется класс и по нему синхронизируется. Опять же, за счет этого нам гарантируется, что нескольких синхронизованных методов в рамках этого класса не будет исполняться параллельно. Довольно удобно. Ок. Смотрим. Пример. Производитель и потребитель. Типичная совершенно задача. У нас есть какой-то набор потоков, которые производят какие-то данные. Читают их откуда-то, в запросы получают еще что-нибудь. Вот. У нас есть несколько потоков потребителей, которые эти данные как-то используют, обрабатывают и еще что-то. Вот. В середине у нас потенциально есть очередь для того, чтобы не приходилось друг другу попадную дачу. Она может быть ограниченная, либо неограниченная. Такая совершенно типичная задача. Соответственно, мы бы хотели, чтобы производители могли работать одновременно, добавлять элементы в очередь и, соответственно, потребители могли работать одновременно и доставать элементы из очереди. Вроде все понятно. Вот. Ну, давайте представьте простенький интерфейс очереди. С целым одним элементом очереди. Он так и будет называться data. Соответственно, у меня будет метод set, который кладет туда элемент, и метод get, который его достает. Какой из этих методов будет вызывать производители? Set. А потребители, соответственно, get. Окей. Далее, как мы реализуем set? Мы будем пытаться, пока можем, синхронизируемся по текущему объекту. Ну, смотрим. О, если данных нет, то кладем в очередковые данные и на этом завершаемся. Если данные есть, то, соответственно, на следующей цикле мы пытаемся сделать то же самое. Понятно, что get работает так же в цикле. Когда он смотрит, что если данные есть, то мы их скопируем и вернем. Логика та же самая. Окей. Вопрос номер один. Зачем этот цикл? Да. То есть, если в случае где-то нет объекта, либо в случае set, наоборот, есть объект, чтобы мы продолжали пытаться изъять или добавить элемент. Хорошо. А что будет, если мы местами поменяем вот этот собранайс и вот этот wild? Никто не спрашивал здесь. Почему? Это неправда. Если это выглядит так же синхронизованно, то поскольку мы заблокировали здесь, то, по идее… То, казалось бы, мы заблокировали здесь, увидели, что там нул положили, все счастливы. Потом пришел потребитель, засинхронизировался, посмотрел, что там не нул, забрал, обнулил, тоже все счастливы. То есть, вроде как это может работать? Параллельно не могут несколько… Не могут параллельно несколько… Кого? У нас один синхронизованного человека. Да, и что? У нас нет… Не сможет несколько синхронизованных… Подождите, они не смогут, они просто будут ждать на ходе синхронизованных блоков. Конечно, сделать сет, когда данные уже есть. В втором случае мы будем в цикле while постоянно крутиться, но для того, чтобы изменить данные, кто-то другой должен войти… ну, а точнее, потребитель должен получить блокировку. Войти в синхронизован блок в ноль не сможет. Почему? Параллельно заканчивается. Еще раз. Параллельно заканчивается. То есть, здесь история про то, что мы, если не удастся, мы отпустим, пытаемся опять взять и так далее. И понадеемся, что в тот период, пока она была отпущена, если там появится потребитель, то оттуда заберем данные. Нам повезет, как говорится. Вот. Окей. Что вам сказать про производительность этого замечательного кода? Очень плохо. Почему? Бесконечно мое. На самом деле, нет. В некоторых случаях производительность этого кода очень даже хороша. Вот. Например, если нас элементы прибивают и удаляются с одинаковой скорости, то вообще сейчас будет совершенно замечательно работать. Убивается очередь. Что? Убивается очередь. Если у нас много элементов. Убивается очередь у меня не может быть большой, у нее один элемент. Она не умеет воронить больше, чем один элемент. Большое она точно не ставит. Ну, окей. У меня большое количество потребителей. Они все пытаются исполнить вот этот код. В чем проблема-то? Слушайте. Это отдельная песня. Не про то, что скажем. Что будет, если несколько потоков примутся исполнять этот код, когда элемента нет? Они по очереди будут просыпаться, брать блокировку, проверять, что данных нет, приходить на следующий цикл и т.д. То есть мы успешно займем как минимум одно ядро нашего процесса. Если так же операционная система умеет хорошо в параллелизм, то у нас есть шанс занять даже больше одного ядро процесса. И оно будет работать на 100%. С строго нулевой пользой. Так вот. Этот типичный антикватор называется активное ожидание. Когда вы пытаетесь крутить бесконечный цикл, проверяя внутри, а не случилось ли что-то хорошее для вас. При этом без каких-то перерывов. Но стандартная проблема с перерывами. Окей. Казалось бы, мы сюда можем поставить слип. Правда? Вот. Решили проблему слип. По самому деле решили. То есть во всяком случае для него очень большого количества потоков мы не будем выжрать 100% ядра. Это хорошо. Но у слипа есть стандартная проблема. А сколько вы там будете спать? Если вы будете спать слишком мало, то у вас будет высокая нагрузка. Если вы будете спать слишком много, то у вас будут данные, а вы об этом еще никто не знает. И то и другое как-то нехорошо. Что-то надо с ним делать. Успеем ли мы с этим что-то сделать сегодня? К сожалению нет. Пока мы с этим что-то сделаем продолжение в следующей серии. Пока домашнее задание. Сейчас, извините, я не очень. На моем месте у нас все остальное время. Хорошо в целом. Сейчас мы . Как-то весёлиться. Как-то весёлая пластия. Как-то весёлая пластик. Все пластиковые. Как-то весёлая пластик! Так. Пальцик. Пальцик. О, отлично! О, домашнее задание. Вам нужно будет сделать класс с простым кемо-тернативным параллелизмом Простая штука В простой версии Вы должны будете находить минимум В указанном количестве потоков Из указанного списка С использованием указанного компаратора Соответственно, максимум То же самое Также у вас будет передаваться Количество потоков в список и предикат И вы должны проверить, что все Либо все условия Ой, все элементы в списке удовлетворяют предикатам Либо, соответственно, хотя бы одно условие списка удовлетворяет предикатам Далее В сложном бренде У вас также добавляются методы фильтр Отфильтровать по предикату И вернуть список только тех элементов, которые, соответственно, предикаты удовлетворяют Разумеется, в том порядке, в котором они были Map Вернуть список отменный Вроде тоже несколько потоков И join Вернуть срочное представление объекта, который у вас есть в списке Во все эти функции передается количество потоков, в рамках которого вы должны это делать Int, то есть Int Соответственно, вы должны честно создать столько потоков, сколько сказано Распределить между ними работу Они ее выполнят И, соответственно, вы после этого должны вернуть результат То есть у вас есть столько потоков, сколько вам сказано А если их больше, чем данных? Что? А если их больше, чем данных? Это совершенно нормально Значит, вам нужно будет разбивать как-то ваш список на какие-то куски, как хотите И параллельно обрабатывать Нет, а если потоков больше, чем данных? А, если потоков больше, чем данных, то вы можете использовать столько же потоков, сколько у вас элементов данных Важно, что вы не можете рассчитывать на то, что компараторы, предикаты и все остальное работает быстро Оно не должно работать быстро, оно может занимать в кое-любодно много времени То есть не надо лишний раз их вызывать и так далее и тому подобное Это могут быть тяжелые операции Далее Я больше таки не занимаюсь, но в рамках этого задания вам в явной форме запрещено использовать конкаренс утилист Если вы не знаете, что это такое, то вы не будете его использовать Я про это ничего не говорил пока Мы про это поговорим, но это первое на вас питание про потоки Я хочу, чтобы вы ручками пощупали на самом низком уровне, что там бывает с потоками То есть вы должны запустить, чтобы они посчитали и выдать результат Вопросы? Вот о вашем задании А в порядок элементов должен быть такой же, как в свой источник? Ну в минимум, максимум, wall, e и неважно Для фильтра map и join, разумеется, в том же каком мы будем Еще вопросы? Какая асинтонтика у фильтра? Отм 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 Делить на количество подобных, пожалуйста Вроде логично, нет? Еще вопросы? Да, выложенный тест, да? Тут, на самом деле, есть пара А вы, небось, никуда не верите Нужно javadov ввечу написать? Что? Вашему нужно, да Моему ввечу уже написано Что? Только мубличных полей И protected Бывает Вот Соответственно, тут есть набор интерфейсиков и простая версия тестов, которая Тестов еще меньше, чем и предыдущие простые версии То есть, если предыдущие простые версии хотя бы тестировали всю функциональность, то новые тесты тестируют в каждом варианте примерно половину У вас есть варианты либо, соответственно, дополнить их, посмотрев, как сделано то, что уже есть, либо, надеется, лучше А гарантируете ли, что все эти аппараты и все, чтобы выдаваться, что они будут не глотеровы? Нет, чудово Откройте Что внутри себя делают компараторы, передаваемые функции, предикаты и так далее Это их личное внутреннее дело Тем не менее, то есть, если вы поделите работу на разные куски, то к вам не будет претензий того, что вот этот кусок То есть, вы можете рассчитывать то, что они работают, скажем так, что у них хорошее распределение на входных данных То есть, не будет такое, что вы разрезали список на две половины и в одной половине они работали в 10 раз дольше, чем в другой То есть, вы можете, ну, совсем говорить, что они все работают для любых входных данных в константное время, это точно не правда Но их время не сильно различается То есть, вам требуется порезать просто заранее на примерно равные кусочки Не требуется перебалансировать кусочки в процессе, совершенно, все очень просто Ну, понятно, что если вам нужно выдать Вы намекаете на то, что там, на самом деле, O делить на M плюс M Ну, вот, это стоит я примерно об этом, да-да-да-да-да Вот, то есть, там есть некоторые спецэффекты, это правда Собственно говоря, поэтому сложный для Антона и сложный Вопросы? То есть, такого не нужно было? Такого? Нет, это нормально, да Ну, то есть, если у вас очень много потоков, то, да, количество потоков, разумеется, тоже будет входить в оценку Как минимум, потому что вам их нужно создать То есть, вы в левом стиле O темпе время не потратите Еще вопросы по вашим заданиям Отлично Вот Сохранать блоки в этом домашнем задании вам пока использовать не придется То есть, тут вообще все супер-тупо Создали потоки, дождались окончания и вернули результат Окей, если нет вопросов, у меня на сегодня все Так, 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 так... Ну, и вот Валяринка